Без сюрпризов и без перебежчиков от кандидата к кандидату прошло голосование выборщиков. Решающий момент случился в Калифорнии. 55 демократов, входящих в коллегию этого штата, обозначили исход всей президентской гонки в США. Я объявляю подсчет голосов за пост президента Соединенных Штатов. Джозеф Байден, демократ из штата Делавер, получил 55 голосов за, против, ноль. Так отрыв тандема Байден-Харрис по выборщикам стал недостижим для их конкурентов Трампа и Пенса. 306 голосов выборщиков, столько же Дональд Трамп и Майк Пенс получили 4 года назад. Тогда президент Трамп назвал свою победу разгромной. Я позволю себе предположить, что результаты являются такими же и сейчас. Говоря, Байден постоянно прочищал горло, ему мешал кашель. Сторонники забеспокоились, но после выступления, во время стрима с ними, он попытался все объяснить. Полного видео нет, но приводится цитата. Я немного простудился, извините, но знаете, у вас все получилось. Вы не подвели нас на выборах, вы не подвели страну. Возможно, Байдену и стоит воспользоваться советом от доктора Фаучи. Тот рекомендовал избранному 46-му президенту США привиться от ковида. Ну а президент 45-й поражение так и не признал. Твиттер Трампа молчал несколько часов, пока там снова не начали появляться сообщения о фальсификациях. Большие новости. Машины для подсчета голосов Доминион стали катастрофой по всей стране. Они изменили исход выборов, на которых была одержана подавляющая победа. Новость, впрочем, не первой свежести. Уже успели понаделать пародии. Создатели мультфильма «Саус Парк» высмеяли реакцию Трампа с помощью видео в технологии «Дипфейк». Американского президента нарядили в свитер с оленями и заставили читать рождественскую сказку про оленей и про самого себя. Крутой и восхитительный олень сказал «Хорошо, давай проведем выборы, только если ты пообещаешь, что они не будут подстроены». И вот главный день голосования наступил в лесу. Люди начали жульничать. «300 тысяч только в Пенсильвании. И кто владеет акциями в компании Доминион? И они говорят, что он выиграл. Он их выиграл, потому что они жульничали. И знаете, что случилось с маленьким олененком? Он умер. Было очень грустно, и Рождество больше не настало». В реальной жизни все, к счастью, здоровы, но если пользоваться аналогиями из этой сказки, в оленем стаде обнаружились те, кто отвернулся от вожака. Конгрессмен из Мичигана Пол Митчелл объявил, что покидает республиканскую партию из-за Трампа. «С меня хватит того, что сейчас происходит. Эти выборы просто показали нам, что все сводится только к борьбе за власть. И, честно говоря, это ужасно». Куда более политически подкованным в оценке этой борьбы проявил себя актер Мэтью МакКонахи. Обладатель «Оскара», которого называют одним из возможных кандидатов на пост губернатора Техаса, винит и тех, и других. «Перегибы есть у обеих сторон. Не думаю, что это справедливо. Радикальные левые и радикальные правые полностью отрицают легитимность противоположной стороны или доводят свою точку зрения до абсурда». Чем-то подобным занялся старший советник Трампа Стивен Миллер. «Как мы уже сообщали, сегодня в колеблющихся штатах проходит голосование альтернативных выборщиков. Мы отправим эти результаты в Конгресс. Таким образом мы сохраним все средства правовой защиты. Это означает, что если мы выиграем дела в судах, мы сможем добиться, чтобы эти альтернативные выборщики были признаны официально». Республиканцы Пенсильвании тоже отдали голоса за Трампа, но даже глава трамповского штаба в этом штате признал, что все это было скорее уловкой, чем-то вроде моральной компенсации. Добилась ее и Хиллари Клинтон. Вместе с мужем Биллом она была среди 29 выборщиков от штата Нью-Йорк. Получается, что хоть так, но все же победила Трампа. Перевесов 3 миллиона голосов избирателей 4 года назад, Клинтон оказалось недостаточно. Издержки системы. «Я считаю, что мы должны отменить коллегию выборщиков и избрать президента победителя всенародного голосования, как и для любой другой должности. Но пока она еще существует, я с гордостью отдала свой голос в Нью-Йорке за Джо Байдена и Камалу Харрис». Теперь в американском выборном календаре перед инаугурацией осталась всего одна важная дата. 6 января конверты с сертификатами итогов голосования выборщиков вскроют на Капитолийском холме. Доставят туда и результаты голосования выборщиков альтернативных. Но шансов у них, в общем-то, никаких. Конгресс просто официально зафиксирует победу Джо Байдена.